Всем привет! Сегодня конец сентября, последние выходные. В сентябре я нахожусь в славном городе Турнава, Словакия. И в принципе, когда я въезжал в город, вот там на заднем фоне, я видел целый квартал однотипных многоэтажек. Я подумал, боже мой, как все похоже. Как выдают вот такие вот вещи жители бывшего советского лагеря, соцлагеря, когда на самобытность каждой страны, на ее индивидуальность, уклад, собственную архитектуру и собственное видение жизни накладывалось вот такое типовое строительство, которое однозначно выдает жителей этого соцлагеря. Это будет Словения, Словакия, ГДР, Польша, Литва. То есть все практически страны бывшего соцлагеря оборудованы вот такими типовыми строениями. И хорошо это или плохо, я не буду комментировать, так есть просто. И я уже был в Словакии, я был в Братиславе. Сегодня вот я попадаю в Трнаву. Интересное название, три согласных в начале названия этого города затрудняет его произношение Трнава. Но я с трудом несколько раз проговорил, чтобы потом так вот без ошибок его произносить. Но тем не менее, поеду сейчас в этот город. Там я сейчас приезжал. Был интересный поселок Зелена. В общем-то, так очень прикольно. Мне складывалось полное впечатление, что я нахожусь где-то в районе Западной Украины. Почему-то такие ассоциации у меня возникли. Ну а сейчас я углублюсь в этот небольшой городишко, прокачусь по нему, посмотрю. Не на вот эти типовые строения, а на то, чем же он все-таки самобытен. И все это выложу к вам, друзья мои. Как-то так. А вот так вот выглядит вокзал города Трнава. Я опять запутался. Такое прикольное, достаточно современное здание. Хотя на самом деле ему, наверное, много лет. С двумя башнями. Одна диспетчерская вышка вот там. А здесь вот башня для велосипедов. То есть тут такая велопарковка в виде башни. Прикольная очень, на самом деле. И я возвращаюсь к своей древней традиции. Ну как древней, настолько, насколько я снимаю телепортажи, что... Как правило, в тех городах, где я бываю, я всегда проезжаю мимо вокзала. Ну вот такой интересный вокзал. В общем-то, совсем на вокзал не похожий. Тут же, естественно, автостанция. Но я пилю дальше. Где-то я припилил в тупик. Но для велосипедеров это не проблема. Сейчас мы вырулим. Вот. И поеду дальше. Вот там поезда, которые, собственно говоря, поездят. Ну, а я велосипедер. Не буду говорить, что я делаю. Еду. Велосипедил. Какую-то фигню я несу. Ну, наверное. Ох, какой прикольный автобус. В каждом городе есть какой-то свой уникальный транспорт. И вот в Словакии, точнее, каждой стране, в Словакии такие вот прикольные автобусы. Так. Ну, мне вот куда-то туда. Поеду углубляться в город. С пешеходниками тут напряженка. А, ну, в принципе, я же на велосипеде. Тут по проезжей части можно дубасить. Поеду. Непонятно, кстати, вот тоже такое отношение. Как с велосипедами в каждой стране? Скажем, по Германии, Франции, Испании я дубашу там, где хочу. А вот в бывших странах, скажем, того же самого СЭФ, очень странное отношение к велосипедам. И кое-где можно ездить, кое-где нельзя. И вот с этим наступает напряженка. Поэтому первое время приходится ездить так, настороженно, оглядываясь по сторонам, как же тут ездят местные. Но местных тут, на самом деле, немного. Ну, ладно. Я увеличу их количество в значительной степени. Так что вперед. Тарнаава. В общем-то, небольшой городишко. Тут, я думаю, наибольше 100 тысяч обитает. Но, тем не менее, есть целая футбольная арена, стадион там. Футбольное поле я проехал. Прикольно. Кто-то там даже мячик сейчас гоняет. И... Так, достаточно интересный город. Только я что-то не могу доехать до его исторического центра. Я опять попал в район типовой застройки. Вот. Странно. То есть, Акела промокнулся. Ну, ладно. Я не оставлю свои попытки попасть туда, куда я хочу попасть. Ну, а пока я попадаю туда, куда меня ведет. Я не знаю, что. Ну, гугл отключен. Так что, куда меня ведет... Ведут мои глаза. Туда я и еду. Пока что, как-то так. Такое вот интересное тут сооружение. Через... Овраг, не овраг. Такую низину проложена большая эстакада, которая непосредственно ведет, я так думаю, к старому городу. Ну, как минимум, к месту, огороженному старой стеной. И к цели моего сегодняшнего путешествия хочу увидеть собственный облик города Трнава. И вот такой храм из красного кирпича. Сейчас тоже на реставрации. Упс-упс-упс. Мне кажется, что там лестницы нету. А нет, есть. Точнее, не лестница, а тусклая. Симпатично. Свадьба. Радостное событие. Что-то здесь уже прямо осень. Листва прямо везде развалялась. Ну, вообще, интересно, конечно, место. Надо бы тут покататься, сформировать свои ощущения. Но, конечно, не очень похоже на Германию, на Францию. Что-то рядом тут с Австрией есть какие-то напилы. В Австрии тоже катался и такое похоже видел. В принципе, с нашей страны это уже много. Почему-то кажется мне общего. Хотя бы вот в форме храмов, костелов. Я, кстати, я читал про Турнаву, что здесь находится епископ. Что бы это ни значило. И поэтому здесь очень много церквей. Вот я не очень силен церковной вот этой вот схеме. Как у них тут что происходит. Но считается, что здесь такой епископальный город. Я говорю, что бы это ни значило. Потому что что это значит, я абсолютно не представляю. Но очень красиво. Интересное место. Ну и так вот внутри как бы нет ощущения чужеродности. Есть какое-то ощущение близости с этими местами. Я говорю, похоже тоже на самую западную Украину. Закарпаттик, где немало тоже побывал все время. И на Беларусь, на западную. Ну, в общем-то, это неудивительно. Тут на самом деле не так уже далеко. Вот это, я так понимаю, самая центральная площадь города Турнава. Народ выпивает и закусывает. Народу, кстати, не так, чтобы много. Велосипедистов вообще мало. Я уже как-то отмечал, что велосипеды тут не столь популярны. Хотя сейчас погода как раз-таки оптимальна для великов. О, еще одна пешеходная улица. Я чуть не сказал, что пальмы растут. Деревья такие прикольно пострижены. Или такие, как эта самая прическа. О, темнокожих наших братьев такие. Они трейда распускают в разные стороны. И торчумба такая на башке получается. Такие же деревья. Не скромный славян. А словак, точнее, на Ламборджине. Такая. С модными номерами. Приехал чем-то притариться. Прикольная тачка. Более того. Что-то... А, сегодня же суббота. Да, сегодня день свадеб. Я просто выделил очередную свадьбу. Но что-то как-то много. Но это стандартно для субботы. Ну, в общем-то... В общем-то, вот как-то так. Интересный город. Я еще буду кататься. Ну, а пока, в общем-то... Это весь центр их и был. Пример, наверное. Ну, если что-то будет еще интересное, я обязательно включусь. Вот еще такие прикольные персонажи. Стражники. И шут там. Или таможенник. Или вельможек какой-то. В красно-белом таком одеянии разукрашенный. Толстобрюхи. Встречают на входе посетителей города Тарнава. Я так подозреваю, это место, где раньше стояла стена. И были такие въездные ворота. Потому что там с одной стороны, кто я въехал, была стена. Я катался, когда видел еще с другой стороны стену. А, вот она, кстати. Вот тут стена. Она продолжается. То есть она достаточно большая. И очень хорошо сохранилась. Но вот в этом месте стены как бы не осталось. И сделали такой в общем-то оригинальный памятник тому, что было здесь в прошлом. Это центральная уличка, по которой я катался несколько раз туда-сюда. очень симпатичная. такая прям уютная. Вызывает. Тут, честно, просто уют. Такая спокойная. Народ никогда не спешит. Сидят, что-то кофе пьют. Кебабы едят. Кебабы это как тараканы. Распространилась по всей Европе. Везде одни сплошные шаурмы. Куда ни кинь, везде кебабы. Даже сейчас, если внимательно посмотреть по сторонам, можно найти. Но, тем не менее, тоже бывает вкусно иногда. Тарнава интересный городок. В общем-то, ничего особо такого прям выдающегося, но уютно, симпатично, красиво, приятно, приятно. Красиво. И, к сожалению, уже осень. Чувствуется, что через несколько дней будет осень календарная. Но пока, пока еще. Точнее, подождите, календарная осень давно уже началась. Сентябрь и даже осень я что-то совсем уже отбился от календаря. Лето в лето в моем случае продолжается слишком долго. Ну и, слава Богу, в общем-то, в лете намного больше радостного и интересного, чем в осени. Так что, такие вот дела. интересная штука. Я тут сузографировался на фоне этого хэштега. вот так хэштег Тарзнава встречает всех, кто же сюда входит в центр самого города. Класс, мне там нравится. Тихо и спокойно. И это здорово. А что касательно стены, она тут на самом деле очень длинная. она реально практически опоясывает весь центр города, разрываясь только в нескольких местах. тут вот когда-то были пристроены гаражи. И, в общем-то, эту стену сохраняет в таком достойном виде. Она чувствуется, что она отреставрирована. В частности, вот эти места, скорее всего, даже новострой. Они прям выглядят просто замечательно. ну и в ту сторону то же самое. Когда я говорил, что вот напоминает наши места, ну, костел похож очень, как вот на западе Беларуси. Архитектура очень схожа. У нас таких можно встретить достаточно много. И вот здесь вот, кстати, тоже на стене я видел парочку персонажей прикольных. Тоже красно-белые. В красно-белых одеяниях стражники с пиками, с фонарями сидят там наверху. Созерцают виды на центр города. И вот я выехал из исторического центра и попал опять в места массовой застройки. вот. Ну, что поделаешь, такова селева, как сказали бы французы, но мы не во Франции, мы в Словакии. И, в общем-то, это тоже очень интересно. Потрясающее место, мне понравилось. хочу еще посмотреть, что там за памятник, зафиксировать, так сказать, в памяти. Антон Бернолок, словарский писатель. вот везде есть свои мифы о своих собственных писателях и просвещенцах. Словакия не стала исключением. Такие дела. Ну, и в качестве финишной точки ответ на вопрос, почему же я оказался в Словакии. Вот. Паркинг. Паркинг, вроде бы, как паркинг, но на нем есть один момент отличный от многих других паркингов. Тут большое количество автовозов стоит сейчас. и на паркинге, который был перед этим, он был забит автовозами. Сейчас их количество немножко уменьшилось. На этих всех местах стояли автовозы. Вот. Но, тем не менее, они тут преобладают. И это объясняется тем, что Словакия на душу населения производит в Европе, наверное, самое большое количество автомобилей. Тут есть и заводы Пежо, и Ситроен, и Фольстракен, и Шкода, и даже Порше, насколько я знаю. Вот, кстати, мой Ман. И поэтому здесь те, кто работает на автовозе, рано или поздно оказываются именно здесь, в Словакии. Миновать ее, работая в этой строксфере, в принципе, невозможно. Здесь, кстати, стояли два наших автовоза. Здесь и здесь. Видимо, позвонили пацанам. Уехали они на работу. Мне пока еще никто не звонил, поэтому мой автосик стоит ровно, а я имел удовольствие покататься по городу Тернава. Я его произношу уже правильно. Такие дела. Пойду я совмещать обед с ужином, и вам желаю хорошего настроения. Всем пока.